здравствуйте здравствуйте дорогие друзья кто со мной вдруг не знаком или еще не подписан на канал меня зовут алексей савченко сегодня мы начинаем достаточно давно анонсированный мной курс по дизайну строительства миров для компьютерных игр и не только и сегодняшняя лекция первая лекция из семи каждая из которых будет выходить в последующую каждую среду сегодня у нас 9 сентября начинаем мы с первой под названием введение и посвящена она собственно тому как она и называется посвящена на дисциплине в краткому introduction с моей стороны в исторической справки потому как развивалась человеческая мысль по изучению познания мира вокруг себя и и также разнообразных полезных ссылок референсов отсылок к данному предмету взгляду на него под разными углами там и так далее так далее и так далее я для этих целей набросал презентацию поэтому я буду вот такой вот маленький в углу вот и в мы в целом думаю что наверное можем приступать и разберемся в процессе в процессе дела для этого мне нужно наверное выйти сюда вот и дальше уже клац просто так надо представиться и я думаю что это самые странные из моих introduction of за последние шесть лет потому что обычно я пишу немножко о другом но так как тут предмет располагает нужно объяснить почему я вообще об этом говорю каким образом я к этому отношусь и и и почему решил вообще это все делает на основании лица чего и на основании какого опыта ну меня зовут алексей савченко мне 38 годков не на данный момент из них 21 год я работаю в индустрии компьютерных видеоигр что даже как-то местами стремно потому что палат больше половины от возраста в общем всегда имел всю свою сознательную жизнь отношения краснообразным творческим коммуникационным и дизайнерским в каком-то смысле профессиям наверное важно сказать что первые три книжки которые я прочитал это были сказки афанасьева что фольклор занимательная физика что естествознание и миф древней греции куна супер известная книжка что мифологии еще была крутая детская книжка про динозавров я не помню но она была классная и там были четкие картинки читать я начал в четыре года в общем то читал все время после этого читал достаточно много люблю считаю что книги это супер круто и и и и и веселее занятие чем чем чтение не придумали за все эти годы и века ну разве что компьютерные игры которая начала играть 6 лет и с тех пор целом не переставал наверное нужно сказать что по я достаточно всеяден в этом плане играю во все но в среди моих таких предпочтений всегда были адвенчуры игры с сюжетной линии я больше люблю наверное все таки синглплеер за исключением battlefield как известно постоянным подписчикам данного канала вот но в целом да мне нравится и когда я разрабатывал игры а из тех 21 года которые я упоминал в игровой индустрии больше половины я все-таки разрабатывал они все имели отношение к к истории к повествованию попытки рассказать историю по образованию у меня все достаточно разнообразные синтетические презентации вы видите в целом все об этом я закончил технический физмат лицей на донецке потом романогерманский факультет по специальности прикладная лингвистика и магистратуру по праву здесь вот такие вот три три разные штуки наверное это говорит о том что нравится пробовать узнавать новые вещи но короче все оказалось полезно на удивление осмысленно пишу я наверно лет с 12 в юности очень любил стихи писал поэзию даже которая даже публиковалась свое время на нескольких языках написал чуть более сотни разнообразных статей публикаций начиная от журналистской работы в журналах геймленд pc игры хакер в xs статьи на разнообразные сайты и форумы кучу статей по 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 предмету производства разработки там и и так далее года три назад это все начало выливаться в книги сейчас как-то так получается что книги я пишу по одной каждый год по крайней мере стараюсь часто пишу в соавторстве в прошлом году на русском языке вышла книга кибер сайт в издательстве эксмо в этом году выходит с издательством бомбора которое тоже имеет отношение к издательству эксмо и публицистическая книга и по сути методичка по производству разработки игр и работе с игровой студией а сейчас пишем книгу по одному из миг сеттингах с сеттингов с с коллегой и подругой лиспримаки вот в игровой индустрии работал на на чуть более наверное десятком проектов в семи студиях последние шесть лет работаю в компании пигеймс работал половину времени какие говорил на производстве на дизайнерских профессиях больше половины на 12 все 13 и где-то лет 8 9 выходит на коммуникационных работах таких как пиар маркетинг коммуникации бизнес девелопмент и так далее вот но это такие как так сказать софт креденшалс по поводу то что называется харки пи я я очень люблю сеттинги я их разрабатываю разрабатываю я их совершенно разные можно сказать что у меня есть такой некий мультиверс который взаимодействует друг с другом по очень странным правилам состоит из четырех частей если смотреть на картинки сверху слева там где стоит девушка-ведьма в сибири это с этим которым хорошо известно моим тем кто постоянно смотрит канал называется bloodlines bloodlines это сеттинг об альтернативной истории это прям самый самый яркий представитель из всего что я делаю то потому что называется speculative fiction мы коснемся еще сегодня та история про альтернативную историю в которой есть линии крови которые влияют на то как развивается история человечества мы об этом не знаем по жанру такой конспираси адвенчур приключенческая и и литература местами есть рассказы и есть правила настольной игры и вот когда мы записываем разнообразные материалы по поводу документов для компьютерных игр то он служит этот сеттинг основой для того чтобы делиться разнообразными документами там и так далее в верхнем правом углу первая крупная история которая вылилась в разработку достаточно большой компьютерной игры под названием salvation хотя в оригинале называется на salvation вот это такая религиозная фундаментальная диктатура в будущем в которая очень плотно завязана на науку генетику и религию как основа сеттингом на вот есть некий некий мрачный режим есть сопротивление есть герои сопротивления все это происходит международном таком формате в разных странах есть киносценарий написаны по этому поводу а вот и игра игра разрабатывалась крупным издателем товар интерактив который к сожалению ее за приморозил и прекратил выпускать игры на тот момент вот но как-то родео было интересно материалу тоже сеттинг остался сеттинг жив я периодически его там ворошу скажем так в левом нижнем углу собственно собер сайт который в русском языке называется кибер сайт это антиутопия в будущем такая алиса стране чудес в цифровой реальности которая которая по-разному проецирует себя и взаимодействует с реальным миром книжка доступна как на русском так и на английском языке я подумываю тоже не сейчас но чуть-чуть попозже немножко порасширять этот сеттинг хотя вот наверное я просто настолько многое в него написался и настолько много редактировалась эта книга что над ними меньше всего сейчас кто работает что-то делаю вот и в правом нижнем углу infrared rust игра такая была на игра которую я в общем-то придумал написал сценарий и которую мы разрабатывали для мобильных устройств в компании blacking foundation вот это такой психотронный триллер в сеттинг принципе находится в среднем где-то в 80-х хотя он разбросан по времени рассказывает он о людях в советском союзе со сверхспособностями с их антагонистов про сложно не спойлить потому что книга находится в работе сейчас вот но но там там все там пространство время там путешествие по всем этим по всем этим штукам мир очень сложный очень интересный наверное в нем есть крупный элемент такого black ops а сеттинг это крупный элемент холодной войны с точки зрения стилистики он крайне близок ну как раз stranger things правда все это было сделано еще до stranger things то есть before it was cool как и многие такие вещи местами очень похож на sdp foundation а в было общено четыре эпизода игры кстати на на мобильные устройства и короче это все получало три раза фичер на главной странице appstore вот а вот такие вот четыре штуки а как я говорил это такой некий мультиверс который слабо но пересекается в пишу я в этом много не знаю сколько уже там сотен страниц то исписано наверное превратилось какое-то хобби и возможно форму медитацию медитации то есть на данный момент могу сказать что вот bloodlines и инфират раз он в активной фазе собир сайт пока там отлеживается salvation давно ничего не писал только ворошу но вот с четырьмя такими крупными вселенными я работаю работаю достаточно долго и давно тема строительства мира мне крайне интересно и я решил поделиться с вами своими подходами наблюдениями знаниями и так далее потому что многие писали что это будет интересно хотя я в смятении потому что это местами может быть достаточно скучно но местами да это любопытная шарада и головоломка которая не знаю как минимум может там развеселить давайте посмотрим что такое world building дизайн да как вы знаете я со своим легким бзиком в лингвистику и семиотику я очень люблю сразу определять термины вот и в википедия нам говорит что термин world building был впервые использован в единбургском ревью в декабре 1820 года и возникает вон в в короче в материале под названием пространственное время и гравитация в краткое описание теории теории общественной носительности вот завтра сам некого а с эдингтоном используется для того чтобы описать в мыслительный процесс вопрос вокруг выдумывание гипотетических миров с прочими отличающимися от нас физическими законами вот в научной фантастики фэнтези а термин был использован впоследствии в вот эдгар райтс буроу мастеру в адвенчур 65 году и далее начал уже использоваться более активно определение во многом верное верное настолько универсально что тяжело применяемо к некоторым конкретным сферам с которыми мы работаем то есть как бы но с точки зрения глобальной концепции все все совершенно так world building это создание гипотетических сынов мировых сценариев которые отличаются от текущей реальности в каком-то виде и придумываются там какими конкретными авторами часто с какой-то целью а если мы попробуем посмотреть на определение world building дизайна именно в очень очень узком контенте на концепте в игровой разработки то чаще всего вы увидите определение что world building это создание контекста в виде мира для вашей истории невозможно спорить если вы придумаете мир для компьютерной игры именно такую форму этот процесс приобретает хотя с моей точки зрения в это определение излишне утилитарно определение которого я придерживаюсь в подходе и которую придерживается ряд еще других людей это форма познания мира вокруг себя потому что попытка декомпозиции или композиции мира работающего по определенным правилам в как мыслительный процесс или как что-то что выливается на бумагу или в прочий инструментарий это попытка понять как работают в разнообразных сценариях механизмы которые нас окружают и в мы об этом много сейчас будем говорить презентации это такая форма естествознания натур философии и и попытки попытки осознать мир вокруг себя и роли человека в мире давайте посмотрим на классический подход картинка которая находится на фоне называется изумрудную скрижаль об имеет она отношение к такому течению как герметизм и если вы знакомы с этой историей вы знаете что одним из основных принципов и фраз и загадок и часто используемой в той же самой speculity fiction фраз является фраз что вверху то внизу расшифрована большом количестве контекстов многократно она имеет отношение к тому что микрокосом и макрокосом связаны едины и и и и это имеет непосредственное отношение к тому что мы сейчас обсуждаем потому как такой действительно тонкой красной линии проходит всегда вопрос в философии мышление миростроительстве и в подходах вопрос взаимоотношения мира и героя героя и мира цивилизации людей цивилизации которую вы описываете и мира в котором она находится микрокосма макрокосма дихотомии взаимоотношения мира и героя через глаза этого мира но и мы это будем очень много обсуждать в в третьей лекции данного курса что такое определение героя что такое идеальный стазис пространства чем герой отличается от не героя от просто от персонажа и так далее здесь давайте ограничимся тем что классический подход миростроительства он бывает двух типов это вот классические на самом деле сверху вниз и снизу вверх сверху вниз это когда вы придумываете принципиально другой мир придумаете продумываете географию физику мира правила мира то как он был основан мифологии фактически воссоздаете историю в каком-либо другом сценарии другой существующей вселенной преимущество этого подхода оно состоит в том что вы вы получаете он более трудоемых чем второй но вы получаете создавать широкими мазками такую историю мир который крайне достоверен то есть даже если у вас там какие-то дикие живые грибы в воюют с огромными злыми тараканами ну что грибы хорошие грибы не могут быть плохими вот то из-за того что у вас описано и представлено разнообразными инструментами истории этих грибов историях цивилизации их возникновения о том что они возникли на континенте который появился ввиду катаклизма случившихся планетой там там 6 веков назад ввиду чего климат потеплел противовес нашей существующей истории похолодание именно из-за этого глобального потепления споры данной грибов цивилизации смогли развиться захватить большое пространство и эволюционировать то есть как бы это все звучит достоверно потому что это работает с кальками нашего сознания и и и всегда есть ответ на вопрос а что было до этого это тоже крайне интересная особенность человечества мозга пытливо пытаться понять что предшествовало событиям и пытаться проанализировать это и прикинуть а что 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 будет дальше от этого мы никуда не можем детства это и дару проклятия вот но и вот этот подход сверху он позволяет создавать такие действительно достоверные крутые продуманные миры подход снизу вверх это подход того когда вы создаете какое-то конкретное пространство в котором практически сразу начинает разворачиваться действие уделяя больше внимания конкретным героям персонажем их взаимоотношениям тому каким образом какие на что из мира на них влияло и как они влияют на мир проектируя реальность вокруг себя преимущество этого подхода состоит в том что когда вы делаете вот вот эту всю тему через героя вас очень гибкий материал и пластилин вы не ограничены условностями которые вы же создали при этом проблема в том что возможно у вас появится огромное количество несостыковок потому что тяжело трекать прогресс то есть как бы это нужно всегда держать голове самые крутые матерые world builder и они они делают и то и другое то есть как бы они расписывают подход с двух сторон потом сводит его вместе и это реально это два раз больше работы но но если это сделать вы себя сильно обидно пасовать вот но перейдем к приступить давайте посмотрим что состоит мир да вот если если взять и декомпозировать во все что вокруг нас есть и давайте делать такой немножко псевдонаучным подходом ну потому что нужно понимать что все что мы сейчас здесь обсуждаем это научпоп и и такое ну достаточно поверхностное междисциплинарное изучение пытливого ума с целью придумать какую-то крутую штуку то есть я вообще вот здесь мы будем кстати говорить об этом конфликте в а в world building и вообще создание мировых вселенных и так далее это задача скорее ну такая не знаю что ли эрудиционного характера и знание большого количества разнообразных знаний местами поверхностными местами возможно относительно глубоко но это не история про то чтобы быть там супер специалистом в какой-то конкретной дисциплине ну вот еще состоит мир да то есть как бы как минимум который вам нужно предполагать это ну космогония теория возникновения мира которые существуют у нас в нашей существующей вселенной они совершенно разнообразные они связаны как с там не знаю с тем что жизнь прибыла со стороны звезд там каким-то образом тем что бог создал людей тем что была теория большого взрыва их много они их больше чем вам кажется при том что их 4 или 5 основных реалистично их сильно больше и многие из них крайне причудливы в там как минимум даже если забрать определенные какие-то динаминации некоторых религий или в то как пытались сращивать христианство и науку схоласты в средних веках там там очень очень много вариантов и желательно эти вещи читать учить и просто посмотреть а что уже проще придумать для вас эсхатология наука о завершении мира потому что практически любая человеческая цивилизация придумала о том как мир закончится и вот космолог космогония эсхатологии это стартовая начать и конечная точка той вселенной которую можете представить себя в голове а представляя начало и завершение вы создаете форму которую вы можете заполнять антропология развитие человекоподобных или не человекоподобных существ возникновения в антропогенез возник возникновение этих самых созданий а в ну и вместо антропа можете подставить чего угодно можно вот мы про грибов давайте это будет в кардицепсогенез какой-нибудь там или там шрума шрума генез вот этногенез как развитие страт и развитие человеческих обществ термин такой мы его кстати еще затронем а в этногенез это это считается что это термин русско-российской школы имеет непосредственное отношение к гумилёву это как бы правда но вообще в разнообразных течениях и школах его приписывают короче под него подводят и прочие исследования в данной сфере там того же тойнби там жерман да да и так далее то есть как бы и поэтому поэтому давайте просто скажем что для того чтобы построить мир хорошо бы хорошо бы понимать перспективу развития микрообществ и обществ в рамках данного мира по определенным правил мифология важна культурология культура важна история географии философия важнейший из наук лингвистика семиотика математика и множество множество прочих аспектов потому что по хорошему если вы хотите создать супер достоверный супер интересный мир для эксплоринга исследования вы должны воссоздать все то что существует в этом но по другим углом учитывая взаимосвязи между всеми этими элементами в глобальной системе мира давайте посмотрим на историю познания мира потому что это это интересно и я вот тоже как-то для себя в определенным на определенном этапе обнаружил что короче это вроде бы все common knowledge то что мы сейчас будем проговаривать развивалась наука и как развивался взгляд на исследование мира и вроде бы все знают но но в итоге немногие помнят и немногие опираются на это при конкретных практических задач это общем то фундаментальные знания которые ну имеет отношение первую очередь к философии то есть вот поэтому начнем с античной философии которая известна в первую очередь сократом платоном аристотелем пифагором демокритом гераклитом гиппократом архимедом нам крайне интересен период ранней философии античной в которой самые самые первые натурфилософы вот в только что возник возникших полисах получили на руки свободное время они как-то огорожены стенами диких животных и у них при наличии некоторого количества вина есть вдохновение попробовать начать оценивать о том а вот 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 какова природа мироздания какие у него какие проблемы у осознания данного мироздания есть как сам относится с собой природа боги люди и природа космоса и каким образом природа космоса определяет природу человека в ну и естественно они пытаются понять откуда они взялись что они здесь делают и как этот мир возник потому что стартовая точка по какой-то из причин крайне важно для нас как как вида как вида который мыслит в если мы признаем каким-то образом тот факт что есть понятие сингулярности и мы не можем часто представить как конец собственного сознания его завершения да то есть как бы это крайне тяжело сделать в при этом мы мы хотим чувствовать опору и хотим каким-то образом понимать что было вчера даже если неправда то есть как бы мы чувствуем так себя комфортно и вот они значит занимаются этим вопросом проводится вся эта акция в при этом под таким соусом что крайне важный стоит вопрос гармонии космоса окружающей среды и человека то есть как бы хочется хотелось бы чтобы то место в мире которым мы занимаем было органичным естественным логичным мы не хотим быть чужаками как люди мы мы хотим понимать как работает этот мир мы хотим понимать почему почему над нами небо почему звезды расположены как расположены как работает светило что такое элементы а и и как эти элементы составляют мир вот на философия становится популярным новым спортом и занятием и и вообще в это в это в это крайне начинают увлекаться широкие слои населения начинают формироваться школы и античная философия проходит несколько этапов в самый известный который классический потому что большинство имен философов которые вам известно не относятся туда что происходит на нем происходит то что эта вся история начинает немножко категоризироваться и от таких совсем глобальных вещей философские школы начинают изучать вопросы этики морали проблемы общества и человеческого мышления в грекам которые вот основополагатель всей этой истории мощно присоединяются римляне а в на или на эллинистично римском этапе это период как раз эпикурийцев стойков а в и в этом моменте происходит отход от фундаментальных систем в пользу этики морали привязки к человеку то есть вот уже как бы обсуждается такие ну школы кстати тоже не популярны в данный момент популярны большей степени мыслители и обсуждаются прям такие уже прям такие системы системы человек система становится негармонична в этом моменте она становится очень антропоцентрична на завершающем этапе который характеризуется неоплатонизмом вот все начинает потихоньку скатываться в мистицизм потому что появляется еще на горизонте христианства а в и вот на смеси христианства и философских мыслей в греции рима а в на тот момент же византии то есть как бы вот тут как бы все все как бы начинает да скатываться скатываться в сторону как сказали бы мои некоторые мои хорошие друзья из философского факультета даже философских факультетов разных университетов в маркобесе вот но но таков путь человеческого сознания на этом этапе я намеренно здесь при этом кстати не беру то то что происходило на других континентах мы мы в рамках данной презентации все-таки постараемся сконцентрироваться на на европейском векторе мысли да то есть как бы и ну потому что иначе мы зароемся то есть вот но тем кому это интересно естественно вы я крайне рекомендую проделать подобное упражнение которое проделана в данной презентации и с арабскими странами и с азиатскими странами и с разнообразными племенами потому что с точки зрения вот именно антропологии там мировоззрения и так далее это крайне интересно но мы для 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 удобства сконцентрируемся все-таки на в вот на 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 европейской мысли и на развитии этого вектора наступают средние века века чужие так себе в потому что потому что в общем то ну не очень до науки и перед тем как поговорить о схоластике системе образования и что происходило давайте поймем что происходит в мире в мире короче все так себе действительно мире плохо все при этом в если в византии дела еще с точки зрения науки и и образования населения и осознания дела еще куда не шло потому что существует преемственность языковая между греческим языком и основной момент который различает сейчас европу и византию на этом этапе это то что богослужение проходит на греческом языке все книжки на греческом в общем то все крайне доступно можно выучить буквы начать писать и каким-то образом получать новую информацию время в европе короче история принципиально другая потому что существует большое количество разброда и шатания с языками и и принимается решение церковью которая понятное дело достаточно жестко доминирует пространством на этом этапе возникает история с тем что если ты хочешь быть образованным если ты хочешь каким-то образом читать книги учиться развиваться и так далее то тебе одна дорога в латынь то есть вот вот исключительно туда как философское течение и как инструмент познания мира вокруг возникает так называемая схоластика схоластика причем потому что это слово сколор но типа от школ по большому счету вот характеризуется она как своеобразную область мысли пытавшись гармонически сочетать христианское богословие с античным наследием логика метафизика натур философии при этом учитывая то что это латынь это все-таки больше эллинистически римская часть да потому что если говорить о греческих философов там тоже все не очень гладко потому что перевели немного то есть переведено 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 вот вот совсем мало с греческого то есть как бы но есть много много всего римского это кстати достаточно сильно ограничивает их на этом этапе но как бы чуваки не унывают и ранее представители школы направления там иан скотт эрегуен анселин контреберийский берингар турский анрселин и и наиболее известный я думаю что широкому читателю пьера беляр да то есть как бы которые находятся в этом периоде они все живут развиваются и проходит такой же путь как как и примерно любой человек который решил стать интеллектуалом в ту эпоху он держит школу и в школе он учит 7 предметов которые разделены на на 2 группы так называемая система семи дорог если не ошибаюсь то есть это тревиум и квадривиум для простоты это технари и гуманитарии то есть в квадривиум я немножко неправильно написал потому что квадривиум это все таки по-моему технари в квадривиуме находится там математика геометрия по-моему там из интересного там еще музыка которая которая считается что это история ритма и такта и в общем то вычислений вот а в гуманитарии изучают в общем то литературу словесность и богословие самое интересное что при этом они там изучают еще и диалектику которая является в общем то доступная тот момент формой логического исследования философских вопросов вот и самые видные из тех кто выбивается из школы они идут в в университеты в университетах они получают доступ к разнообразным книгам более того их учат классифицировать разделять вникать и работать очень сложным наследием религиозных текстов данный момент потому что если вы когда-то задавались этим вопросом попытаться узнать какие-то исторические данные на том периоде и попробовать залезть в какого-нибудь там иоанна благоуста василия великого там или или прочих отцов церкви а это короче очень сложно потому что если ты не разбираешься в том как классифицировано богословие о том как разделено все по системам если набирают не разбираешься в том что как концепция святой троицы если ты не знаешь истории там кто базовых соборов истории основных в святых то это часто просто не поймешь о чем идет речь потому что вещи настолько запутанные взаимосвязаны что тебе нужно все это знать вот и в университетах это мучат университетах куются реальные интеллектуалы однако на уже сейчас уже на этом периоде в как бы закладывается такая бомба которая потом стрельнет науки в которую которую потом кстати клемили такой фразой есть неизвестная звучит как в схоластика в это 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 история в которой наукопачерица богословия как-то так это было вот и в и совершенно верно потому что ну на тот момент другого пути кроме как пройти вот вот эту всю всю эту историю под под управлением церковных авторитетов чтобы ставить ученым как бы нет в монастыри и в разнообразные места хранилища книг которые имеют отношение к церкви в том числе являются источниками науки да то есть как бы там находятся самые большие библиотеки в библиотеке находятся на и архивы находятся в крупных городах там в соборах и рядом то есть как бы поэтому все вот все вокруг все вокруг религии так начало 13 века характеризуется бурным распространением учения аристотеля и ну это супер известная история про то что вот да там была синтетическая концепция в которой была попытка согласовать на турфилософию аристотеля с догматами христианства сделали ее альберт великий и фома аквинский а в среди сторонников аристотеля были также роджер бэкон крайне известный роберт красотес менее известный но крайне крайне важный человек этого времени то есть люди много синтезирует да то есть как бы делают это на протяжении всей своей эпохи мы коснемся еще раз этого момента но вот вот тут вот вот важный момент это то что человеческий интеллект ищет пути развития он пытается понять систематизировать мир зафиксировать свое понимание и пытаться вообразить последствия того что лежит за его границами на этом этапе это крайне крайне отслеживается поздняя поздняя схоластика это важнейшим достижением науки вот тут я хотел бы обратить ваше внимание на этот факт потому что он крайне интересен как отдельно стоящий факт но вы знаете что знания они не систематизированы часто то есть каждый кто-то запоминает одно кто-то другое я вот почему-то вот вот это для меня всегда была очень интересная тема то что в 14 веке была попытка математизации на турфилософии предпринятая оксфордскими калькуляторами группа английских философов связанных с оксфордским университетом оттуда вот те кто те кто там будет это томас бродвадин уильям хэдсбери ричард суатс хен и джон дамблтон они положили начало кинематике но для меня гораздо более интересный здесь вопрос это то что в мультидисциплинар и синтез постоянно не доволен давали покоя вот умнейшим умнейшим наиболее любопытным мозгам в любой эпохи да то есть как бы и на турфилософия которую многие из там так называемых технорей категоризовали бы как в общем то в общем то гуманитарную науку да то есть как бы во многом тот момент и попытка перешить к этому математику да то есть как бы это это крайне интересный эксперимент я тем кто интересует вопросом я вот конкретно эту историю крайне рекомендовал бы посмотреть и почитать она интересна еще и том что тем что позволяет покопаться с историческими материалами понять что что во времена схоластики представляют из себя такие университеты как оксфорд кембридж и так далее представляют они себя большие в церковной школы на самом деле вот проходит начать с возрождения вопрос еще состоит мир это потому что я перепутал заголок потому что должно быть ренессанс все таки но в как виде на картинке у нас находится никто иной как один из самых великих поляков с моей точки зрения на этот коперник а в плохо очень интересная эпоха конфликтная наука начинает возникать как наука то есть и вместе с этикой стойков возрождается интерес к натуру философским взглядом то есть как бы вот и вот эта вот конфликтность этого периода времени это вот 16 17 век она во всем с одной стороны зарождается классическая наука которая проявится в научной революции очень скоро возникают герои научного мира потому что николай коперник это герой научного мира и там не знаю жердана бруно это герой научного мира это люди которые умирали за свои идеи это люди которые доказывали свой взгляд новичек посредством там сумасшедших каких-то вещей которые шли против сложившегося статуса кво несмотря ни на что что для них познание мира важнее то есть оказалось даже чем там их собственная жизнь и отрекаться от этих идей там да вот не собирались вот при этом одновременно набирает интерес снова движение и к разнообразным формам мистицизма потому что именно 16 17 век это век такого разгара интереса к герметизму кабале вот к таким вот там к алхимии снова снова алхимия которая всегда там где-то рядом но тут она прям делает скачковый такой вот элемент и и тоже многие многие заинтересованы снова ищут философский камень пытается понять систему мира по поводу систем мир да собственно говоря коперник ее предлагает и говорит что что ну мы крутимся вокруг солнца это нужно понимать еще при этом что ну это это звучит настолько же дико для людей того времени как для нас сейчас звучит то что земля плоская то есть большая часть людей которые не имеют никакого отношения к к научному миру и к этим всем изысканиям они смотрят на все это и такие то есть чувак что вообще происходит церковь нервничает потому что все это раскачивает лодку а в ну там истории известно что происходит но при этом идеи коперника развиваются английский астроном томас диггес предположил что звезды располагаются во вселенной не на одной сфере на разных расстояниях от земли бруно выдвигает концепцию бесконечной однородной вселенной звезд как далеких солнц то есть как бы начинает снова развиваться в вектор мысли который который закрепляет идею о том что мы являемся не частью достаточно комфортной модели планетки как которая находится в таком уютном коконе на которую создал бог и вокруг нее значит происходят все эти события и мы в центре в развивает популярность и и закрепляет свои позиции мысль о том что мы находимся где-то во вселенной вокруг нас огромное 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 пространство с большим количеством звезд миров расстояние и так далее именно эта мысль пугает при этом то есть вот плавно это все переходит в научную революцию и научная революция это собственно возникновение современной науки в том виде в котором мы ее знаем происходит то есть потому что происходит целая серия открытий которые нельзя как бы выделять и разделять одно с другим они все происходят за очень короткий промежуток времени но все они являются определяющими для разнообразных областей такие как математика физика страной биологии анатомия химия корен образом меняя взгляд на природу и общество период очень интересен с точки зрения того что происходит очень жесткая мрачная отрицалом университетов большинство мыслителей они они никаким универом отношения не имеют то есть как бы они называются философами они живут ходят тусуются периодически появляются в разнообразных колледжах состоят в разнообразных обществах и сообществах пытаются разнообразными экспериментами и какими-то проб прожектами и естествознанческими историями выбить себе покровительство меценатства и гранты никто не хочет концентрироваться на одной идее все жадно пытаются впитать мир и понять как работает все все вместе все по взаимоотношению друг другу в прекрасный пример подхода по поводу знать все и попробовать охватить все это общем-то дедро с его энциклопедии да то есть как бы это великий энциклопедист если вы вдруг не знаете историю ведро я кстати вам крайне рекомендую просто почитать его биографию для того чтобы она вдохновиться что он крайне крутой вот люди которые вышли из этой эпохи и собственно герои которых нужно знать точно так же как любых других героев а и я думаю что эти фамилии и этих людей нужно знать и почитать в большей степени чем героев военных в это коперник галилеи гук ньютон кеплер в зале браги бой лейпниц паскаль кардана декарт фирма и многие многие прочие потому что без этих людей качество нашей жизни и жизни ли на этот момент было бы ужасно более того именно эти люди создали и заложили именно тот цивилизационный вектор который мы знаем сейчас и они сформировали всю современную научную и технологическую мысль в современности до сих пор поэтому если если вы как бы не знакомы с данными персонажами я крайне рекомендую это сделать можете делать это скучно через википедию можно можно прочитать барочный цикл барочный цикл нила стивенсона прочитайте его он как раз про этот период начинается он в период чумных лет в чумного года в лондоне и как раз рассказывает про взаимоотношения ньютона лейпница в там гука и прочих персонажей это спиноза прочих персонажей того времени такая такая книга ассасин скрит в которой много героев много знакомых или незнакомых фамилий встречаются вместе и в очень простой казуальной форме с приключенческими элементами рассказывается о том каким образом происходило строительство системы мира того времени и ну и нашего времени на плечах тех эпох вот чего еще то есть стоит прочитать если уж говорить о книжных рекомендациях часто спрашивают я крайне рекомендовал бы почитать про развитие цивилизаций крайне известные гумилёв тоен бедюрант это такие три прям основы популярный популярный жар даймонд а в вот преподаватель руссоемистского факультета в его по монхараре который достаточно круто пишет про антропологию и про про развитие человека так достаточно доступно постово шпенглер хантингтон и французский бродель то есть как бы это такая некая некая совсем совсем базовая история для людей которые интересуются предметом там очень разные взгляды на то как все это происходило потому что если если гумилёв топит со своим этногенезом и мы здесь на него смотрим исключительно со стороны этногенеза потому что я понимаю что теории типа пассионарности они спорные он ей известен но его конкретно вклад вот в эту часть да то есть как бы выставил историк философию и в развитии человеческих сообществ достаточно велики игнорировать его не надо вот если он давит на на наличие таких факторов как ну в общем-то родина и и то что группы объединяет некая общность которая связана и с таким ну как условно национальным признаком то то эндби например очень четко заворачивать все в религию да то есть как бы там жаред даймонд он достаточно цинично пишет по поводу того как сталкивались цивилизации да то есть как бы у всех есть свой некий угол который крайне интересен хантинг хорош но его кстати тяжеловато его читать мне например поэтому посмотрите почитайте потому что цивилизации их зарождение их столкновение это один из базовых механизмов создания так называемых эпох в любой книге собственно на этом толкин очень много очень очень активно выезжал что он кен толкин вообще выезжал на трех вещах на создание своего собственного языка на столкновение цивилизацией и на трансляции реалий войны фэнтезийный мир то есть как бы вот на этом строится его основная формула спекулятивного фикшена вот если короче вам лень если вы хотите сразу приступить к практикуму и если вы сторонник подхода все пробовать делать руками смотреть как получится и развивать это все потом эмпирически эвристическим подходом я вас тоже понимаю я сам так все делал лет до 30 и по world building у без всей этой но научпоповской истории есть просто очень много материалов самый простой способ это пойти на медиум в битом world building или найти сэма холона на медиуме который периодически пишет статьи по данному предмету в со своими какими-то подходами историями у него основная история у него в том что он делит все на тулсеты процессы и платформы то есть как бы вот и тулсеты это там такие разнообразные инструменты и логические статьи и материалы которые позволяют там отстроить мир например да то есть там понять как там устроены там тектонические всякие элементы как устроены климат география катаклизма и так далее процессы это логические процессы которые позволяют ответить на серию вопросов для того чтобы сформировать нарастить мышцы на этом мире а в платформы это 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 короче идеологические платформы которые позволяют добавить разнообразного флэйвора почитайте его если вам нравится он интересен и он он супер утилитарен то есть как бы если я вот пытаюсь объединять каким-то образом и фундаментально научный подход который мне интересен и практические какие-то техники и технологии которые мы будем обсуждать на курсе то вот то что находится на этом слайде это чистая практика и вы можете в целом смело идти туда и пробовать разные темы из ресурсов которые стоит отметить это все агрегационные темы это вот блфр это это большая библиотека world building ресурсов 42 это это 42 ультимативных ресурсов по world building у кровосарай собирает давно и успешно тоже большое количество ресурсов по этой теме в рейтезаурус вы тоже тоже такая тема вот я обозначил как то есть тоже статью на 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 медиуме там она называется 30 и мерсия стори тэлинг платформ с апс и ресурсов и тулс на самом деле их действительно 30 но но это скорее игрушки которые позволяют потыкать помыкать там папа составлять заметки вместе и может быть вы там найдете что-нибудь полезное для себя то есть в этом смысле наверное можно и стоит посмотреть имя которое вы не можете пропустить если вы собираетесь изучать современный предмет world building а особенно приложение к современной меди потому что вот те ресурсы которые смотрели на прошлом слайде не имеют к отношения ко всему но в первую очередь к литературе это в общем-то алекс макдауал алекс макдауал это британский дизайнер настоящий нарративный дизайнер в отличие от прочих нарратологов нарратима методологов и прочих очень крутой красмедийный нарративный дизайнер который создавал например мир minority репорта и собственно там он пришел к такому же выводу как и ну собственно многие до него он это начал воплощать жизнь и делать с учетом разных типов медиа вокруг него в кросс дисциплинарное воссоздание будущего в других реалиях и только после того как со стороны всех этих наук подходов тематики планирования была создана картинка в головах тех кто этим занимался и были отрисованы скидки только после этого строили реальный дизайн и графику minority report фильма после этого вот ссылочка которая здесь есть world building institute это его организация которая продатирована и проспонсирована огромным количеством киностудий игровых компаний там и так далее так далее так далее и там находится огромное количество полезной информации которая отличается от последнего сайта тем что она еще и структурирована и она в общем то тоже имеет определенный научный флэйвор если вы хотите прям не просто прослушать курс на ютубе а изучать вопрос супер-супер глубоко серьезно и вы собираетесь этого делать карьеру вы должны знать кто такой алекс макдавул вы должны знать что такое world building institute в качестве промежуточного вывода мне хотелось бы сделать вывод сделать такую вот такой промежуточный summary да то есть который звучит как мульти дисциплинарное смешение творческой энергии система мира потому что если вы посмотрите на все что мы проговаривали сегодня это все и всегда смешение разнообразных казалось бы на первый взгляд несмешиваемых вещей это все зачатки полисубъектных моделей а это все какая-то дикая до кибернетическая кибернетика это попытки связать это с одной стороны болтание из давайте все систематизируем и будем глубоко бить в одну точку давайте узнаем все со всех сторон и потом смещение это всего одного систему но самое главное это это попытка понять того как мир устроен в чем его система и как для того чтобы построить достоверный крутой мир вам желательно в ускоренном режиме проделать вот такой экстерн тот же самый путь что и большинство этих мыслителей для того чтобы сформировать все в голове определенный фундаментальный базис могу от себя сказать что это выглядит как большое количество чтения и изучения разнообразных материалов но это все очень интересно здесь какой-то момент я для себя обнаружил что помимо художественной литературы мне условно говоря читать вот такую вот прикольную публицистику да то есть как бы с кучей интересных исторических фактов и часто там не знаю там действительно не научных она очень очень популярных и спекулятивных теорий это очень крутая пища для ума поэтому просто рекомендую если вы хотите тащить world building как бы сделать это своим хобби вот давайте теперь поговорим еще про курс который нас ждет вот здесь каждую среду чем отличается все проговоренного я являюсь сторонником в той теории что существует то что называется одновременности последовательность процессов одновременность и последовательность это одновременные вещи то есть как бы что я имею здесь ввиду это то что когда например вы придумаете мир да то есть как бы и вы придумали какие-то вещи а потом начали думать о других вещах это не означает что те вещи которые вы уже придумали перестали в этом мире уже самостоятельно развиваться еще больше вы придумаете таких процессов тем больше вы должны учитывать органическую эволюцию этих процессов даже без участия вашего табра воображения звучит как дичь но это технологии которую можно освоить и они существенно помогают достигать больше достоверности центральной тематикой для меня является то что дуализм мира и его отображение персонажах мы об этом говорили а я считаю что макрокосмы микрокосмы они в общем-то едины мне крайне близка античная философия виноградной ветви о том что вот есть сад в нем есть виноград винограда есть виноградины внутри виноградины из косточки а внутри косточек есть сад и короче проч проч прочая фрактальщина мы еще раз затронем вот вот этот аспект и будем его широко раскрывать во второй и в третьей части данного курса потому что вторая про мир и третья про персонажей вот и взаимодействие мир и персонажей это часто взаимодействие активного пассивного и часто меняются местами потому что герой по определению это активное движущийся начало герой всегда динамичен мир всегда статичен в в какой-то степени да то есть вот и в сейчас попробую правильно разъяснить не мир статичен что мир то как раз живет а статичны другие герои и другие микросоциумы через которые герой проходит потому что это и есть путешествие героя путешествие мага возможность перемещаться между такими вот пузырями из которого его обитатели выйти не могут есть герой который может через них проходить через все вместе в этом и есть смысл джоне путешествие и познание во многом об этом кстати много к станет о том что он рассказывал вот язык и символы создают объективную реальность об этом тоже много будем говорить это очень субъективная тема с ней многие могут быть согласны многие могут быть не согласны но это одна из глобальных философских максим которые тоже придерживаюсь и я считаю что название предметов выдумывание языка изменение языка понимание того почему что-то называется именно так а что-то называется не так понимание базовой культурологии языкознания и этимологии знание того что там слово море в русском языке и морена в испанском муэрто в испанском и морена в английском имеют в общее сочетание букв м и р что имеет отношение к смерти это не случайно и так далее то есть вот это это вот такие вот вещи которые мы будем ну раскапывать и наверное самый главный такой часть курса про это номиноклатура ну вот на языке символ создают объективную реальность этих реальность много и все они реальны и то есть как бы потому что если вы создаете мир даете в этом мире название и у вас есть разнообразные персонажи которых вы создали и которые живут по пункту один без вашего участия это значит что каждый из этих персонажей ровно в том виде как вы их наделили данной возможностью воспринимает этот мир и они воспринимают его часто по-разному и это огромное пространство для творчества и для кучи интересных приемов в любом месте по медиам отсутствие времени и пространства в творческом процессе то есть как бы это тоже очень важный момент о нем в общем то предпоследняя и последняя часть курса о том что когда вы выдумываете времени не существует ну потому что вы выдумываете одновременно и прошлое и настоящее и будущее мы будем проговаривать очень много примеров того как сделать крутого персонажа и практически все они будут упираться в то что если вы попробуете быть автором методистом и стать в и залезть в шкуру вашего персонажа то вы поймете что когда вы пишете его историю с каждым рощерком вашего пера одновременно в реал тайме меняются все три его состояния прошлое будущее и настоящее потому что все они влияют друг на друга и это 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 жутко головоломная концепция она очень жестко ломает восприятие мозги и сильно отворачивает их на бок если об этом много думать но на это во верх это очень интересно во вторых это полезно осознавать и синтез потому что синтез является основополагающим инструментом слияние вещей которые должны слиться или даже не могут слиться но в итоге производят или цветение плодов или катаклизм или ну какой-то результат всегда и синтез это это форма взаимоотношения в том числе статики и динамики то есть как бы вот которая приводит потом к хаосу который приводит к гомеостазу который потом снова превращается в хаос из-за влияния внешней среды то есть вот поэтому концепция вот такая то есть как бы и мы от нее будем отталкиваться давайте посмотрим еще раз на курс пройдемся по этому поводу сейчас мы на лекции 1 в 9 сентября говорим о том чем мы будем заниматься вторая пройдет на следующей неделе 16 будем обсуждать мироустройство декомпозицию рекомпозицию как инструмент будем обсуждать мифологии будем говорить о Ролайн в Бортесе будем говорить об Афанасе будем говорить о фольклоре много будем говорить о осознании окружающей реальности и о создании достоверных правдоподобных моделей из глаз как персонажа так и зрителя так и игрока очень важно понимать что вот конкретно в этом аспекте литература и игры отличаются в первую очередь своей интерактивностью и это очень мощный инструмент который здесь может очень круто отыгрывать в пользу автора глобальные процессы структуры немножко поговорим про кибернетику с точки зрения конкретно того что ну это система да со своими входами выходами каналами и нодами внутри базового про общества взаимодействия этих систем поведение сообществ в разнообразных ареалах то есть это как раз этногенез идеальный стазис и динамик взаимодействия идеальный стазис это когда общество находится в состоянии покоя с точки зрения влияния природной среды и как как формируется понятие золотой век серебряный бронзовый и как это влияет на эволюцию собственно этих самых сообществ ну и динамика взаимодействия о том каким образом она задается и как может функционировать мир третья лекция 23 сентября будем говорить о героях и персонажах то есть о том что это живые основные существа о том что у них есть культура о том что эти существа с их культурой является зеркалом отображения мира в котором они существуют кто такой герой как герой функционирует как образ и как понятие почему мы все считаем себя героем почему так устроено сознание в затронем мономиф Джосефа Кэмпбелла в покопаемся в драме в поговорим о окружающем нас мире и отношениям к данному миру со стороны человека и прочих возможных доминирующих рас антропология антропогенез эволюция в мире мотивация на чем она строится почему она работает этносы этнометодология которая является поведением в разнообразных существ в первую очередь людей в рабочей среде история религия наука прочие типы пассивного и активное взаимодействие с живым миром вокруг то есть как бы будем развивать вот эту вот тематику и отталкиваться от второй лекции лекция номер 4 номенклатура причем номенклатура с точки зрения наименования а в 30 сентября говорим о значении символов слов знаков архетипов почему сначала было слово почему заклинания состоят из слов почему слова это магия почему слова так влияют на реальность вокруг нас почему язык отличает нас от животных почему язык определяет власть и влияние на культуру и общество что такое смысловые ориентиры и фиксирование смыслов и про крайне интересная тема уплотнения реальности посредством языка и этимологии через историю мира его жителей то есть как бы потому что посредством этих инструментов можно можно очень сильно приблизить и в погрузить погрузить актора который взаимодействует с вашим миром и вселенной в эту самую вселенную поговорим о семиотике семиотика сложная история это такая наука про смыслы мы об этом периодически говорим у нее много школ много развития много дел постараюсь просто рассказать в какую сторону копать и почему это может быть важно то есть как бы наверное вот вот исключительно с этой с этой колокольни на это посмотрим пятая лекция конечно трансферинг реальности и вот это вот все шутка все это вполне упирается в определенные технологии поэтому читайте с пониманием того что мы обсуждаем создание мира а не они только как мы сходим с ума в реальности и пытаемся делать такое то есть вот да это управлением пространством и временем сформированы реальности как это можно делать позволять ли путешествие времени можно ли ускорять и замедлять время насколько быстро герой мысленно может перемещаться между разнообразными эпохами как он к ним имеет доступ насколько это доступно прочим персонажам насколько быстро герой может пересекать пространство насколько сколько этого пространства как вносить коррективы в пространство временной континиум так чтобы не нарушать их целостности как фиксировать взаимосвязи почему парадоксы наши друзья на самом деле влияние глобальных правил вселенной на мир героев и персонажей потому что помимо мира в котором все происходит который тоже является локацией есть еще огромная вселенная которая является над пространством которая может на этот мир повлиять тоже частенько является возможностью выйти из казалось бы безвыходных ситуаций посредством ну собственно внешних катаклизмов и прочих читерских штуковин которые если делать правильно они в общем нифига не читерские вот нелинейность времени потому что время абсолютно нелинейно в вымышленных вселенных и это это мощный еще раз литературный инструмент с которым нужно учиться работать иллюзорность пространства которая тоже тоже расширяется сужается укрепляется уплотняется расширяется посредством целого набора разнообразных дизайнерских приемов и с этим можно тоже нужно работать вот истории прошлого которые зафиксированы как истории с началом и завершением если вы находитесь в настоящем мира с точки зрения героя стазис настоящего которая всегда происходит в вашем описании таким образом как будто время не движется пока оно происходит и амбиции будущего и то что находится между этими тремя понятиями у нас прям такое получилось у меня как-то призрак на рождество по времени вот кто подчиняет а кто нет в какой степени кто подчиняется а кто нет в какой степени общим правилам времени и пространства игровой вселенной это очень важный вопрос потому что разные сущности мира подчиняются всему этому по-разному то есть как бы здесь дело даже не в герои и в жителях в NPC там могут быть еще боги например могут быть там пол боги могут быть существа которые находятся условно в другой шкале правил которые определяете вы и это тоже нужно нужно понимать одновременность множество пожалуй самый важный вопрос который ставил первый в особенности курса это множество полисубъектные модели это обсуждение того как смешивать несмешиваемое как взаимодействуют вещи это как раз третий третий порядок кибернетики почитайте что это такое в какие у третьего порядка кибернетики существуют инструменты игры и разнообразные модели взаимодействия в как это может вам помочь в данной работе вот одновременно одновременность происходящего воображения автора и ловушка виртуальности так называемая слегка затрагивали с Сашей Сегловым на интервью здесь развернем на полную бесконечное количество происходящих в игровом мире событий истории драматических событий подчиненных разнообразным набором правил или нет супер супер важная концепция которая которую нужно обязательно обсудить для того чтобы вы поняли что невозможно микроменеджить выдуманные ивенты таким образом чтобы они оставались достоверными они могут развиваться только естественно все одновременно и самостоятельно в рамках заложенных вами шаблонных правил то есть должно быть не так что а что случилось с этим персонажем пока вы занимались этим о сейчас придумаю должно быть случилось вот это потому что в мире все устроено вот так то есть как бы и на это всегда должен быть ответ это кстати принцип очень хорошо известны известные крутым геймастерам которые вводят партии да бесконечно меняющиеся взаимосвязи события во времени и пространстве релевантные к прошлой тематике ну и управление смыслами перед этими шаблонами правил да с которыми нужно которые нужно составлять именно как шаблоны 21 октября мы подведем итоги все это зафиксируем и это будет стрим это будет не видео мы будем два часа разговаривать по поводу того как прошло что понравилось что не понравилось как мы это упаковываем и каким образом мы ну не знаю может быть делаем следующий курс может быть нет я слушаю ваш педаг в том числе негативный потому что это первый раз я записываю такую штуку и мне крайне хотелось понять как все прошло надеюсь что вам понравится вот потому что кто меня знает те знают что такие презентации я даже на выступления не готовлю а тут я прям прям видите ли вот стараюсь стараюсь потому что нравится тема интересная вот ну и если это видео вдруг в каком-нибудь последующем году за годом разойдется по каким-то прочим источникам и вы смотрите его видите этого бородатого мужика в первый раз и хотите посмотреть на прочие лекции но они не дошли до того места где вы их смотрите вот ютуб канал на котором будут лежать все шесть под отдельным плейлистом в отдельном цикле вот как то так и мне даже вот интересно что же что же у меня получилось по времени час десять ничего себе я думал у меня будет меньше меньше часа но получается что записались вот и дорогие друзья большое спасибо что смотрите ставьте лайки оставляйте пожалуйста комментарии данное видео уходит на ютуб и я готовлю лекцию на следующую неделю 16 октября всем хорошего вечера надеюсь было интересно и познавательно пока на самом деле как в и